здравствуйте наши уважаемые зрители мы сегодня с Анной Ивановной как всегда с ногами на диване и будем обсуждать тему манипулируем мы манипулируют нами про манипуляцию Анна Ивановна начинаете что такое манипуляция я думаю что манипуляция это попытка подчинить человека помимо его воли собственному желанию когда мы не напрямую говорим о том что нам хочется нам надо с ним что-то такое сделать чтобы он нам дал желаемое но он про это как будто не догадывается то есть это в какой-то степени немножко обман вот тут есть нюанс потому что когда я обманываю то я отдаю себе отчет я лгу а в манипулировании вот насколько я работаю с людьми люди не понимают что они сейчас манипулируют это такой способ выстраивания коммуникации своеобразный манипуляция для нас для всех это норма мы все манипулируем верно ну ребенок да потому что ребенок у него нет словарного запаса у него нету возможности выстраивать ментальные конструкции подводить доказательную базу приводить аргументы логически обосновывать поэтому условно ну вот я сразу хочу чтобы у моих зрителей не было восприятия манипуляции как чего-то плохого с которым мы сейчас будем бороться манипулирование для ребенка абсолютно естественно ребенок он вот я думаю все видели особенно девочки они вот так вот любят глазки построит вот такая манипуляция понравится и это абсолютно на определенном этапе это единственный способ получения желаем а для взрослого для взрослой личности мы не говорим про манипуляцию как только про инфантильный какой-то момент для меня манипулирование это скорее некоторая недоразвитость когда тебе страшно когда ты не можешь напрямую сказать когда ты не понимаешь что можно говорить что нет когда ты боишься отвержения вот это такие такие танцы невзрослой личности когда она не готова встретиться с отказом возможно если она пряну скажет у которой не хватает мышление для того чтобы обосновать свою точку зрения которая не понимает что можно просить а что нет вот когда есть стратегическое мышление это понимаешь что вот этим человеком манипулируя не манипулируя но все равно не будет толку поэтому манипуляция для меня скорее атовизм который можно заменить на что-то более взрослой скажем так то есть можно предположить что если манипуляция есть и личность манипулирует то это говорит о каких-то вот таких вот инфантильных желаниях и удовлетворение каких-то потребностей не напрямую ну это искаление про инфантильного но это скорее про отсутствие других вариантов они не выросли другие варианты были взрослые то что вы говорите недоразвитость это получается что у человека в голове нету вот этих дополнительных полок ну потому что общаться без манипуляций достаточно сложно это такой вызов вот например мне надо попросить у вас одолжить не на тысячу долларов и если я без манипуляции это делаю я говорю там например анна ивановна мне необходимо 1000 долларов она мне надо для этого для этого и я смогу отдать тогда-то и тогда-то и когда я так напрямую к вам обращаюсь что у вас как будто больше права мне отказать чем если бы я сказала я умру без этих денег мне так и не нужны не знаю где взять не знаю где взять тысячу долларов не знаю кого попросить ну да я уже даже чувствую как это такой скригочит у меня внутри что уже как будто мне надо или спасать или или я должна или ну вот какие-то такие моменты ну да и я при этом плачу даже то есть это не потому что эти же тысячи долларов мне надо не знаю на спасение больной мамы а я вот на машину мне не хватает я искренне горюю по поводу того что мне их не хватает и вот это собственное собственное желание я хочу удовлетворить любым способом даже унижаясь даже воздействие на другого вот почему когда вы сказали манипуляция это обман я сами не согласилась потому что человек искренне может плакать горевать вот как одна девушка сказала так злюсь что аж плачу ну а и она не как бы не обманывает но это определенное воздействие на другого чтобы с помощью слез и жалости принудить его дать желаем то есть это уже воздействие где человек другой как бы немного лишается воли как другого мы можем лишить воли вот ну вот когда я начала вам говорить что я умру что мне это так надо не знаю кого попросить я уже не сплю третью ночь но вы же чувствуете что идет воздействие это я сейчас не играю еще но это же можно господи третью ночь не сплю так вымоталась так вымоталась так невыносимо это все переживать эту беспомощность папа у меня пил мама никогда не помогала и вот сейчас я совсем одна и некому некому дать мне тут еще дом я к тому что вторым же со вторым ничего нельзя сделать если от него нету согласия на это грубо говоря несомненно да получается у меня есть какое-то внутреннее согласие с вот этим с тем что чувство вины которое чувство допустим перед вами когда вы мне это говорите то я верю этому чувству вины я иду на поводу вот этих чувств но немного сложнее здесь идет воздействие на другое здесь идет воздействие на ваше желание обрести значимость вот спасатели они же всегда повышает свою самооценку когда кто-то как будто их ниже слабее меньше у него меньше возможностей он более неполноценный а вы более полноценные вы мне вложите тысячу долларов и так бывает например это мы сейчас про деньги говорим но это бывает же в другом что я например более обеспеченный человек чем вы но вы например там привыкли накапливать а я привыкла транжирить но вы все равно в этот момент как будто чувствуете себя более состоятельной финансово чем я потому что у вас это есть у меня это нету и вы соглашаясь на это получаете ощущение что вы спасительница что вы значимое что вы главное я не говорю про то что не одалживать денег не помогает другим но это надо делать но неплохо было бы иметь объективное представление одно дело когда там не знаю умирает близкий нету денег или там ты сам болеешь а другое дело когда не хватает на третье сапоги есть же разница то есть с точки зрения эмоционального моего воздействия на вас я могу одинаково горевать и по поводу своей болезни по поводу третьих сапог а с точки зрения объективной реальности ну здесь понятно как делать выбор тогда такой вопрос если я иду на поводу вроде бы вот вот этого чувства вины и как будто должна помочь ну это не про чувство вины вот я хочу понять чего я не вижу потому что я как будто вину почувствовала я такая вот вот нужно это скорее плохость мы почувствовали плохость да это скорее плохо чем чувство вины потому что вы почувствовали жалость ко мне почувствовать жалость к другому это сразу стать на табуреточку выше чем то есть я слабая вы сильные если вы сильные мне не поможете слабы значит вы плохая здесь скорее про плохость но увидите как она у меня завернута то есть я как будто тоже не понимаю этот процесс не вывожу в сознание что я например чувствую себя не очень хорошо когда вот слушаю это от вас там да вот эту просьбу и как будто из-за этих чувств я не могу помыслить и разобрать эту ситуацию а сразу мне как будто ковер расстелили красную дорожку вот в это ощущение важности ну еще вам хочется избавиться от этого чувства дать этих денег чтобы вот так попрошайки делают они долбят 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 для того чтобы чак дал деньги и все говорит а мне я не ел я не пил вот мы когда проходим мимо людей которые просят милостыню но этот момент все время ощущаем свою плохость я одет я будь я обеспечен а он не обеспечен и мы ощущаем эту плохость и как будто избавляемся от нее отдавая деньги я не говорю про то что не надо помогать я говорю как это происходит внутри а если мы возьмем более вот как раз у меня был этот вопрос в голове когда вы говорили про вот помощь и мы проходим там мимо кого-то не знаю там рядом с церковью люди просят деньги как мы можем помочь но не из этой плохости ну когда у меня есть возможность помочь я помогаю из плохости это когда мы ощущаем большую важность когда это делать некоторые люди вгоняют в персональные долги или финансовые долги других они прям навязывают свою помощь мне там есть знакомые я договорюсь ты говоришь да я сама могу нет у меня знакомые тебе сделают на 30 процентов дешевле тебе помогут а ты говоришь ну ну ладно ты соглашаешься и потом этот человек вот ощущает важность это такая навязчивая помощь когда например на магазине бабушка стоит и ты видишь что она не может рассчитаться она ищет эти деньги и ты говоришь давайте я за вас заплачу она горит не надо у меня есть но зачем вы так со мной например но получается что помочь я хочу выйти попробовать и вот в этот момент когда она скажет зачем вы так со мной мне есть деньги я самостоятельно и мы ощутим укол в больное самолюбие потому что мы казались себе благородными мы не ощущаем что у нас есть эта плохость что мы не выдерживаем свои эмоции мы как будто хотели помочь спасти она не дала и будет прям такая обида на эту бабушку злость будет да я тебе предложила себя а ты не взяла но тут такой момент вот сама же помощь помогать другим людям это нормально ну на мой взгляд да если у тебя есть возможность помогать то надо помогать но вот про это и есть возможность помогать тут очень тонкий момент то есть вот это все играют там разными цветами ну да ну например когда человек пишет о каком-то горе которое у него произошло допустим в соцсетях и некоторые уверены что сейчас как помогу вот они уверены что они могут помочь они уверены что не могут дать совет они не разобрались не вникли не попытались понять что это за человек что ему сказать и начинает писать какие-то банальные вещи а банальные вещи они еще только больше ранят потому что ты понимаешь что мир равнодушен или же советы как надо было сделать это как скальпель честно без наркоза ну да вот они они тебе не знают там шапошно я не начинаю давать вот эти советы надо было вот так делать вот так надо было поступить вот попробуйте это я в некоторых постах приписываю мне не надо давать советы поэтому видите помочь могу ли я помочь или как некоторые начинают мамкиными психологами работать когда они начинают там давать какие-то тоже важные советы или говорят там успокойся или глубокий интерпретации успокойся не надо нервничать ничего страшного все будет хорошо у меня на все будет хорошо встает дыбом вся шерсть ну да но человек то уверен что он помогает и если он тебе говорит все будет хорошо успокойся а вы говорите это вы говорите ему уже вот кубрит сейчас несете это будет кровная обида потому что человек вот он распахнулся он уверен что он тут пожертвовал собой уделил тебе время сказал что-то умное а ты не хочешь это принимать нам надо вернуться в манипуляции да давайте вернемся в манипуляции мы с вами остановились точки что у меня есть возможность помочь я могу помогать из момент из состояния что у меня есть ресурс я могу помочь вернемся к манипуляциям чтобы не отходить от тем да если какие-то виды манипуляции или какие-то варианты манипуляции в зависимости от того какая структура у личности ну я бы манипуляции поделила бы на две категории первая категория это когда я хочу чтобы меня пожалели я жертва а вторая категория я хочу чтобы меня боялись и я силой возьму желаемые то есть когда мы идем под и когда мы становимся над если можно мы начнем с под потому что когда надо мне кажется это очевидней ну не знаю но когда над то даже есть наверное человек может это отследить по каким-то определенным чувствам внутренним то есть он как будто понимаешь она над ним это как какая-то летучая или что но многие люди они сами стремятся себя вручить в руки кому-то как младенца передать и чтобы о нем заботились и они это над не осознают им кажется что их прям несут и о них заботятся хотя ими уже манипулируют за счет них само утверждается так вот это под нет это это когда мы сами делим на две эти категории под и над то важно понимать что они не бывает одна без другой то есть если человек манипулирует как доминирующий то он где-то сразу идет униженного когда почувствует силу все зависит от объекта если он сильнее чем я я и я его боюсь я уйду под но я тоже встретившись с человеком который даст мне отпор которому кто-то так если он сильнее я уйду под а если он слабее я тут же стану на ступинку и буду высокомерной и высокомерный и присмыкающийся одни и те же люди я бы хотела все таки все равно поговорить вот начать именно с этой присмыкающейся части вот потому что почему-то когда мы как это сказать как мы когда мы ниже то это как будто более дозволенная позиция то есть там я страдаю а вот когда я сверху то это мы как будто не видим то есть мы через страдания можем вылазить наверх грубо говоря через какой-то но ну да ну понимаете тут желательно про внутри психические процессы не мерь не мыслить в этих категоричных формулировках например когда я говорю я столько страдала ты просто не представляю сколько я страдала с одной стороны я как бы показываю себя растерзанной но с другой стороны я уже лучше тебя потому что я страдала больше чем ты не понимаешь какая как мне больно я сейчас опять буду тянуть какой-то свой пример хочу вот например женщина говорит что она живет с мужчиной там с какими-то строгими правилами то что она там страдает по вот этому поводу этому этому но вот как бы как будто бы мужчина сверху и его правила как этого человека как этому человеку показать что подчиняясь этим правилам он организовывает себе пространство в котором он хочет быть чтобы этот который муж вроде бы сверху был у него тоже во власти потому что это же манипуляция когда я все время притворяюсь например зайчиком которому говорят что нужно делать и как надо делать вот визивается притворялись а я тут опять не соглашусь по-честному но это непро по-честному человек не притворяется это его как будто суть вот это не про пред творства это про невозможность по-другому голове есть только этот один способ и человек не воспринимает это как притворство. Хорошо. Если поговорить про вот этот вот один способ, то как добавить в этот способ больше как будто истины, что это не только подчинение, что это и захват власти на самом деле. В состоянии жертвы, вот люди, которые постоянно жалуются, постоянно ноют, они постоянно несчастные, вокруг одни враги, и они им делают больно. Это состояние жертвы. Состояние жертвы, у которой претензия направлена вовне. То есть другие плохие со мной делают что-то плохое. И человек не может отдать отчет, какими своими подступками, то есть каким своим поведением или каким своим позиционированием он не то, чтобы провоцирует, но он соглашается на такое отношение к себе. Многие, например, я ощущаю безумное страдание, потому что вы не хотите меня принимать безусловно. Вот я хочу, вот давайте, допустим, приходит ко мне на сессию девушка и говорит, я хочу убить своего мужа. Например, он меня достал, он чудовище, он изверг. Я ей говорю, я в этом участвовать отказываюсь. А она говорит, фу, какая вы неподдерживающая, что вы за психолог такой, который не становится на сторону клиента. И она манипулирует мной, она пытается создать у меня плохость. Вот люди часто пользуются такими формулировками, что вы за психолог, что вы за врач, что вы за юрист. Вот это тоже манипуляция. И она тем самым пытается меня прогнуть под то, что ей надо. Она пытается меня принудить, дать ей желаемое. И изнутри она будет искренне страдать. Она будет искренне считать, что я холодная и неэмпатичная, раз я не хочу участвовать в планировании убийства. И она будет считать, что ее отвергли и что не были на ее стороне. То есть когда я из ее внутреннего мира смотрю на это, то есть я вот эта девушка, я перемещаюсь в внутренний мир и пытаюсь понять. Она будет там ощущать это боль, отвержение. Мало того, что муж у меня тиран, еще психолог мне неудачный попался. Вокруг одни несчастья и неприятности. Но если снаружи вот этот ее нарратив про то, что я не поддерживающий холодный психолог, он будет как раз манипуляцией. Она будет пытаться прогнуть меня и апеллировать к своей боли. Мне больно, значит, вы не правы, значит, вы должны мне дать желаемое. Но изнутри, вот вы говорили, это обман, там, это еще что-то. Нет, изнутри человек, он не видит этого. Это только видно, если мы выходим снаружи, занимаем метапозицию, в которой мы пытаемся объективно понять, что происходит. или, например, люди, которые стремятся к вседозволенности, у которых слишком идеалистическое представление о себе, они, попадая в контакт с другим, будут, если я не буду делать так, как надо им, они будут меня все время считать жестокой. Они изнутри уверены в том, что я жестокая, потому что я не дала то, что надо им. То есть, если они испытывают боль, значит, ее причинила я. И не тем, что я не захотела прогнуться, а тем, что я плохая. Они скажут, она плохая. То есть, видите, когда мы рассматриваем объект, зацикленный на себе, то он будет транслировать, рассказывать про свою боль, что это не так, что это не свобода, но по факту это может быть рассмотрено как манипуляция. Ну, а человек по сути приносит боль, страдания и обиду в своей теории. Да, потому что если у него нет взгляда со стороны на себя, то он как будто не замечает собственную агрессию. Ну, если я плачу и говорю, вы не ведете себя так, как надо мне, вы не хотите со мной участвовать в каком-то преступлении, допустим, или в заговоре, или в какой-то манипуляции, то я опираюсь на свои чувства, мне действительно от этого больно. у меня нету сомнения в этом. То есть, чем человек больше зациклен на себе, тем он будет манипулятивнее, потому что достигнуть желания напрямую, это учитывать другого, это сотрудничать с ним. а если я зациклена на себе и другого у меня еще не существует, то я буду выстраивать нашу коммуникацию только как манипуляцию. Мне его надо принудить дать желаемое, а сотрудничать я с ним не то, чтобы не хочу, не могу, я слишком зациклена на себе. Я не умею. Ну, вот понимаете, нет опции по тому, что я говорила, что это определенная недоразвитость. Некоторые же люди могут только или терпеть, или давить. Они не могут спокойно сказать. Они могут или терпеть, молчать, или уже танком ехать на теме. Ну, как будто, вот если мы говорим с позиции снизу, то такое, вот мне это тяжелее всего в понимании, у меня мозг сразу плавится, потому что там какое-то такое, как королевство кривых зеркал еще больше, чем когда очевидно, что человек, например, там агрессивный, манипулирует, или даже не агрессивный, а, ну, видно, то есть он своим видом показывает, что он не страдает. То есть вот страдальцами, которые манипулируют, и которые хотят, и которые зациклены на себе, это самое для меня сложное. Не буду лезть в вашу личную структуру. Ну, я понимаю, что это происходит, потому что я это плохо вижу. Ну, потому что вы этим пользуетесь. Да, и я, получается, это не, ну, то есть вот этот объем чувств, за счет которого я якобы вынуждаю себя к манипуляции, да, я его не ставлю под сомнение. То есть я такой же как бы манипулятор, грубо говоря, снизу. Но вот это вот перекрутить... Ну, не только. Смотрите, когда мы сверху, это вообще не будет узнаваться. Это будет еще стираться. Ну, высокомерие, потому что быть жертвой, я вот вообще считаю, что сейчас время таких жертв, когда люди требуют вседозволенности. Но чтобы у всех была вседозволенность, кто-то должен поступить со своими правами. А вот этот культ жертвы, культ раненых, пострадавших, неполноценных и так далее, и так далее, он создаёт очень интересную тенденцию. То есть как будто я апеллируя к собственной боли, апеллируя к своим страданиям, могу обвинять в чем угодно. И тот, кто мне причинил эту боль и не захотел, например, участвовать в преступлении, он не прав. Я не про то, что другие не причиняют страдания, но давайте разбираться объективно. Я страдаю от чего именно, по какой причине. Но я же так, я сейчас говорю как изъя, но я для того, чтобы, может быть, понятней было, вернее, мне даже понятней. Я в страдании, я не вижу, какая я высокомерная. Ну, вы когда говорите это, вы звучите несколько обличающе. Ну, что значит, я высокомерная? Я не высокомерная. Я единственная в своём мире. Ну, в зацикленном мире я одна, там больше никого нету. Поэтому и всё внимание на мне. У меня нету другого человека, как ему. Но с позиции другого человека, которому я, например, буду, от которого буду что-то требовать, или буду как-то командовать, или буду что-то просить, но я буду звучать высокомерной. Вы будете звучать высокомерной с позицией объективности, с позицией стороннего наблюдателя. А изнутри вы будете уверены, что вы кричите о своей боли. Да, я буду уверена в своей правоте. Ну, да, вот, когда человек предъявляет свои страдания, то есть он говорит, вы мне сделали больно, вы меня обидели, вы на меня наехали, вы на меня напали. То есть здесь уже идет делегирование другому ответственности за свои чувства. Даже, допустим, человек в комментариях пишет что-то оскорбительное мне. Он это делает по своей причине, и важно понимать эту причину. Например, он мне говорит, невозможно слушать, вы так медленно говорите. То есть по факту с точки зрения общепринятой это можно назвать манипуляцией в какую-то мере. То есть он принуждает меня делать так, как надо ему. Он говорит, что так неправильно говорить блогерам. Блогеры должны говорить быстрее. Я могу сказать, вы манипулируете мной, вы хотите меня принудить, чтобы я вот это все я могу разогнать. Но если я умный человек, то я собственное поднявшееся негативное чувство не буду воспринимать как то, что он мне вручил. Я рассмотрю его отдельно. Он хочет, чтобы я говорила быстрее. Это его желание. Я ощущаю плохость из-за того, что мной кто-то недоволен. Мною кто-то не восхищен. И я должна сконтейнировать эту плохость. И для этого мне надо обнаружить этого другого человека. Или же мне человек пишет. Я ощущаю себя все хуже и хуже от ваших видео. У меня началась еще большая депрессия. То есть это говорит о том, что человек смотрит мои видео и воспринимает их не как инструмент для понимания, а он атакует себя аутоагрессией, но он собственную аутоагрессию не признает. И он считает, что это я на него напал. Я наблюдала великолепный момент манипуля манипуляцию с общей принятой точки зрения манипуляции, а с точки зрения вдумчивого аналитика совсем другое. Я хожу на танцы и одна женщина не очень хорошо получается. Она такая зажатая и она постоянно про это говорит. У меня не получается. У меня такой крик ребенка направлен вовне, чтобы на нее обратили внимание. Она не может сказать помогите мне это сделать. Она как бы манипулирует, но с ее точки зрения она одна. Там нету других людей. И она кричит о том, что у нее не получается. Преподаватель говорит о том, что у нее все нормально, у всех получается не очень. Она говорит нет, у меня не получается. То есть она не видит других. Ей кажется, что она единственная там, но у нее хуже всех. Вот в этой хуже всех тоже есть исключительность. И в какой-то момент она выдает фразу мне кажется руководителю, что я вас раздражаю тем, что меня не получается. То есть она атакует себя за то, что у нее не получается, она вообще это не может присвоить. У нее постоянные атаки, она пытается найти источник, она свою агрессию не присваивает, и она впихивает это в преподавателя, но все время в главного все проекции идут. Она впихивает, и она смотрит на нее, и та начинает убеждать, что да все хорошо, да у вас, нет, я не злюсь, я вообще нервничаю, но мы бы могли назвать это манипуляцией, мы бы могли сказать, что она манипулятивным способом принуждает руководителя группы сказать ей комплимент, или же заняться ею, но если мы уже вышли на более глубокий уровень, то мы понимаем, что это все происходит внутри ее мира, что она не замечает аутагрессию, что она там одна, она себя не может сравнить, ей кажется, что она хуже всех, то есть из-за цикленности на себе она выдает вот такое поведение, можно ли на нее обижаться, можно ли считать манипулятором, можно ли считать обманщицей, неизвестно. А если поговорить про манипуляции с позиции сверху? Так, и вот я лучше вас разбираюсь в психологии, вот сейчас я сама утвердилась, это была манипуляция сверху, или я вам говорю, нет, ну как можно было так одеться? Но это очевидная манипуляция, а не очевидная? Ну понимаете, когда мы говорим про манипуляцию, это не про манипуляцию, изнутри я буду уверена, что я прям доказательную базу вам выстрою, почему лучше разбираюсь в психологии, или же почему вы одеты неуместно, в этом всегда есть эмоциональная заряженность, в манипулятивности, это эмоциональное лосо, которое я накидываю, понимаете, с точки зрения со стороны это такая манипулятивность, потому что когда манипулятивность это всегда когда я хочу вас к чему-то принудить, мне я хочу вами пользоваться, я хочу вам играть как неживым предметом, я хочу вас делать инструментом, обойдя вашу свободу воли и принудить тому, что надо мне. А зачем вам это нужно? Ну, многие манипулируют только из-за ощущения власти. Я вот наблюдаю, как люди манипулируют, они манипулируют только для того, чтобы ощутить вот этот эмоциональный приход такой наркоманский. Какое-то физическое такое удовольствие. Да, но можно манипулировать например для не знаю там запугать. Запугать и сказать, что только вот как мошенники, которые вымогают деньги с карточек, они же запугивают. У вас нарушена безопасность. То есть это вот тоже сверху, то есть я пришел тебя спасти. А скажите, пожалуйста, можно ли допустить, что человек, который манипулирует сверху, он выносит, наверное, да, сейчас выносит вовне вот этот свой внутренний мир, там, где он один, и он там что-то с собой подобное делает? Ну, человек, который не обесценивает себя и своего идеального я, он не будет обесценивать других. Ну, мы все это делаем, но когда интенсивность большая, то некоторые люди вообще не постоянно самоутверждаются. вот я думаю, точно у вас были такие подруги, которым надо постоянно показать, что они лучше. Вот они все время рассказывают про каких-то людей осуждающие, они рассказывают про свои какие-то достижения постоянно, то есть они постоянно используют другого как сцену, на которой я разыграю свою значимость. Когда человек уверен в себе, то ему не надо повышать значимость своих действий. Это вот когда я начинала проводить лекции, мне было жизненно важно получать этот положительный отклик, что люди сказали, чтобы они меня похвалили, а потом, когда я уже провела много лекций, я уже и так понимаю, зашло людям, как говорят, не зашло, было полезно или нет, я уже в состоянии сама это оценить. Но получается, когда мы разыгрываем свою значимость, у нас есть какая-то дыра с незначимостью, мы постоянно вот это вот все, дровишки туда подкладываем. Понимаете, вот много терминов, которые надо бы пересмотреть, вот как манипуляции. Видите, мы копнули с вами больше, и мы видим, что здесь все не так однозначно. например, сейчас я к значимости вернусь, например, когда я говорю, ну я же хорошо прочитала лекции, ну это же может быть манипулятивность, а с другой стороны, в моем внутреннем мире я не понимаю, как, у меня нет объективных оценок, и поэтому я нуждаюсь в этом. То есть, вы можете сказать, это манипуляция, я не буду отвечать на этот вопрос, но если вы понимаете, что я не в состоянии сама оценить, то вы тогда отвечаете уже не как на манипуляцию. Теперь к значимости. Ощущение значимости появляется, когда я могу достигнуть то, чего я хочу. Тогда я значимая, ценная, я умелый. Я хочу, я получаю. Смотрите, если мы делаем вот такое хочу, нереалистичное, хочу принятие, хочу восхищение от всех, хочу мир во всем мире, хочу, чтобы солнце всегда светило. Вот, а чтобы всегда подходило. Если мое хочу вот такое, то я буду себя чувствовать абсолютно неполноценно, я не могу это обеспечить. Если мое хочу реалистичное, я понимаю, какой мир, он разный, то тогда я не буду испытывать вот этой неудовлетворенности. И я буду ставить цели в соответствии со своими возможностями. Достигнув ее, я буду получать ощущение молодец. Но если я работаю, допустим, психоаналитиком, я обесцениваю этот труд или же наоборот я делаю его избыточно значимым, я спасаю людей, я спасаю людей. Если я обесцениваю в этом труде, не будет ценности, я не буду ощущать удовлетворенность. Если у меня, например, желание человека поменять за три дня, я могу обесценивать это. Или же я спасаю людей. Тогда если кого-то не спасу, у меня крах сразу. То есть видите, тут, когда мы говорим про ценность, мы говорим про некую сбалансированность. То есть если личность встроена в реальность, если у нее есть понимание, я это могу, я это делаю, то она себя будет чувствовать ценным. А у идеалистов их неудовлетворенность будет громадной всегда. боль будет громадной, неудовлетворенность будет громадной и отсутствие ценности будет громадным. И поэтому надо постоянно, как Робин Бобин Беб съел 14 котлет, надо все время затыкать, затыкать, затыкать. Ну и опять-таки это мир такой там где-то один. Вот то, что вы говорите про вот эту потребность ее, которую нужно затыкать. То есть ты там не соотносишься, ни с другими, ни с своими возможностями, ни с чужими возможностями. Ну, понимаете, несоотносенность со своими возможностями, она происходит не из того, что ты там один. Ну, вы сделали нелогичную шаску для меня сейчас. Устали? Да, не из того, что ты один, а из чего? Из-за того, что у тебя реальность, которая все время меняет параметры. Если ты не опираешься на объективную реальность, а ты в придуманной, то у тебя от настроения зависит, ты великий или ничтожный. И то, что ты можешь, зависит не от фактических твоих способностей, а от того, какое у тебя эмоциональное состояние. У тебя плохое настроение, ты ничтожный, ты хороший, а ты ценный. Вот почему опасно жить в этом придуманном мире, почему опасно ненавидеть объективность. Ну, еще опасно на чувства опираться, вот такие, которые затапливают нас. Ну, понимаете, вы говорите, опасно опираться на чувства, но больше не на что опереться. Да, но мы достаточно часто себя подводим в чувствах. Чувства свои надо понимать, и опираться на них придется. Больше ничего у нас нет. Ничего у нас нет. Я про мышление у нас есть, но мышление, оно обрабатывает потом чувства. Мы что-то чувствуем, какой-то импульс, а мышление это как будто такой дешифратор, декодер. Оно расшифровывает и облачает это в мысль. У нас какой-то импульс пошел. Вот я, например, мысль какую-то, я ее ощущаю как импульс. Я ее потом расшифровываю как вот. она сначала возникает, у меня сначала возникает такое я понимаю, что это что-то ценное, а что? И пытаюсь понять, и тогда мое мышление помогает мне разворачивать это. Но это все равно про пульсацию внутри. Но несомненно, если у человека нет ума, может быть, вот у меня, например, сверхчувствительность. это мое наказание, это мой талант. Я многое чувствую, но мне пришлось поумнеть для того, чтобы мне перестало быть так больно жить. И моя чувствительность, она выдает мне громадное количество информации, которое мне надо, мне нужен быстрый ум для того, чтобы успевать это перерабатывать. То есть вот моя базовая настройка, вот я такая. Я с этим ничего не могу сделать. Это данность, это генетически у меня. Лобильная нервная система, генетическая предрасположенность. Но я прикручиваю к этому быстрое мышление, умение разбираться во внутреннем мире, и я все, поехала, могу функционировать. Секретик. Да. Почему для человека, который манипулирует, так страшно разоблачение? Ну, даже не то, чтобы... Разоблачение это плохость. Даже не так. Разоблачение это грубо. Почему так страшно, когда то, что человек делает, ты называешь другими словами, и становится понятно, что это как бы манипуляция, человек был уверен, например, что он страдает. Но мы с вами уже выяснили, что манипуляции их почти не существует. ну, да, но хорошо, тогда мой вопрос, я его и перефразировать не могу. Другой что-то делает по каким-то причинам. Вот нам надо понять истинность этих причин. Для чего он это делает, почему он это сейчас делает. Мне звонит человек и говорит, вашу карточку заблокирует. Почему он это делает? Поэтому почему я пойму, кто это? Это мошенник, это работник банка. Мне надо понять, почему он это делает, для чего это делает, кто это делает. А если я на это реагирую сразу эмоциональным всплеском и иду за своим эмоциональным всплеском, то все последующие действия я буду делать из этих чувственных эмоций, если я не вижу, кто это. Поэтому чтобы не начать делать то, что я не хочу, например, я читаю объявления в Фейсбуке, провожу курсы за три дня обучаю мышлению. Ну, это мы можем назвать манипуляцией. Можем. Тебе как бы врут и хотят куда-то вовлечь. Но если я взрослая, если я понимаю, что мышление, оно выстраивается постепенно и многие годы, то я не поведусь на это. Но если я хочу обмануться, я хочу что-то быстро, тогда я в эту манипуляцию включусь. То есть фактически манипулировать легче всего людьми, которые верят в сказки. Я имею в виду, верят в какое-то быстро, просто, в свою исключительность. Я вот выкладывала как-то ролик в инсайде Демчук в Телеграме про мужчину, который говорит, что я могу соблазнить любую женщину. А женщина говорит, ну, только не меня. Он говорит, конечно, не тебя, ты же особенная. Класс, как завернуто. Понимаете? То есть это как в религии, когда говорят, что бесы, они питаются вот этими нашими слабостями, темными сторонами, скажем так. Точно так же и здесь слабые места, вот как общаются люди, в которых много звериного, которые вот так дети, они считывают, они считывают, когда ты улыбаешься, когда ты хмуришься и так далее, и так далее. И поэтому, когда человек сидит с нейтральным лицом, он кажется холодным, отвергающим, потому что у тебя нету данных, чтобы эти крючки зацепить. Если взять примеры, я хочу, все равно я как-то линейная. Я бы еще хотела сказать, вот важно для зрителей наших, про манипуляции про тему манипуляции в слушании видео. Вот множество блогеров, у них видео выстроено на манипуляции, и мы захвачены этим и не понимаем, что нами манипулируют. Что я имею в виду, это когда нас эмоционально куда-то втягивает. То есть садят на эти эмоциональные крючки для того, чтобы вовлекать в эту аудиторию. Они создают какой-то эффект вау, ааа, ааа, ааа. И этот эффект вау эмоциональный. Или же говорят, как не стыдно, как они могли так поступить, как не стыдно. Или же говорят, только мой метод может помочь. Или же говорят, бойтесь нарциссов. Или же говорят, я вообще пришла, чтобы вас спасти. и когда вот на этот эмоциональный поводок человек пойман он может как сам нам было идти, нести деньги не пытаться вникнуть, не пытаться разбираться вот почему нам нравятся люди которые назначают себя мессиями ну вот они спасители такие вот только он, только он только она потому что мы сами хотели бы быть этими исключительными то есть я буду в мессию верить когда у меня есть исключительность и мессия это всегда мессия всегда предлагает какой-то быстрый путь не расти самому а он говорит я по-быстрому сейчас покажу где рай я быстро вот это вот все порешаю да, говорите, Анна Ивановна то, что вы хотите я хотела попробовать вот, например вы мне говорите слезно что вам там тысяча долларов для вас это вот как раз сейчас то, что нужно и там ну вот как вы пример приводили я, например, в ситуации когда вы там когда вы не плачете там или объясняете почему это вам нужно это становится понятно то есть я могу понять я вам могу помочь или я вам отказываю тоже ваш пример вначале был а когда вы когда я понимаю что вы плачете что у вас нету тысячи долларов там на третий сапоги насколько будет мне корректно вот это я говорила про то, что разоблачение которое вы сказали что это такая грубая форма насколько мне будет корректно сказать вам что Ольга Федоровна я не могу ну а когда вы говорите как мне сказать корректно что я не могу вы когда это говорите у вас как будто нету второго ну вы можете корректно только согласиться в его картине все все остальное будет некорректно все остальное даже если я там добавлю какие-то факты реальности скорее всего человек на это будет обижен или недоволен и тут нельзя выйти как бы в белом пальто из этой ситуации но из множества ситуаций нельзя выйти в белом пальто когда человек предъявляет претензии он это не значит что он хочет аргументированно вашего ответа что он хочет разобраться он просто может хотеть вылить накопившиеся помои внутри у него злость ему надо кого-то вот я перестала публиковать короткие видео и вот эти короткие инсайты тоже надо прекращать публиковать потому что больше всего гадостей пишут под ними для того чтобы понять длинный ролик вот с ногами на диване у нас смотрят меньше чем короткие потому что здесь надо сидеть вникать потратить время 15-минутный ролик тоже его надо осмыслить а минутный можно всегда найти к чему прицепиться я все понял нет когда у меня нету собственной ценности то самый простой способ это бесцене другого и тогда я начинаю пристально выискивать тонкие места ошибки к чему доколупаться к чему доколупаться можно всегда найти вообще без проблем у каждого и человек это делая вот он вот эти все гадости пишет ну я поняла что бесполезно я никому не помогаю этими короткими видео человек ничего не понял но я как будто становлюсь видимой для воронья они прилетают чтобы вот самоутвердиться за счет меня поэтому я не вижу в этом смысла это интересно ну да вот люди которые выхватывают одну какую-то мысль начинают ее крутить как кубик Рубика вот так вот зациклено вот они из-за этой широты они не могут и отсутствие широты они не могут постичь но им хочется хоть какое-то мнение ну у меня тоже есть не вот одна мысль что я сейчас подумаю что я еще хотела спросить я наверное хотела может быть чуть-чуть подытожить про то что вот там где мы говорили манипуляция там чувство вины или жалость вот знаете какой момент я простите вас перебью нам важно про это сказать когда я иду через жалость то я предлагаю всю себя и поэтому когда человек высокомерный и его отшивает это не так болезненно а когда человек униженный вот этот присмыкающийся то для него будет очень болезненно если его отвергнут вот если приходит клиент который себя навязчиво предлагает весь такой хороший смотрит в рот прогибается то любое отношение к нему не восторженное он будет воспринимать как отвержение потому что он себя уже предложил сейчас то есть как будто если ты не дашь ему восторг ты его однозначно ранишь и поэтому вот разоблачение вот вы говорите вот если вы скажете такому человеку ну вы хотите понравиться мне это для него будет болезненно вот это разоблачение ну да или сказать ну вы мне сейчас это предлагаете а потом попросите меня что-то другое в 4 раза больше например она звучит категорично ну вот видите вы судите об этом как как человек на которого нападают и поэтому воинственность ну так не надо мыслить о людях это будет создавать напряжение но этот человек может только так он по-другому не может он на вас не нападает у него нету желания вас обмануть он может только так надо как-то говорить что ну не надо под меня подстраиваться там или же давайте попробуем по-другому давайте попробуем наравне вот например я с клиентами пока не выхожу в позицию наравне я им не могу помнить потому что все что я говорю они будут воспринимать как глаз божий или же им надо меня обесценить чтобы воспринимать это как глаз божий то есть если я это говорю это правда навсегда обо всем всегда я например говорю вы под меня подстраивались здесь человек воспринимает я человек который подстраивается под всех всегда навсегда и ему только можно меня обесценить только тогда он не будет воспринимать это как гром среди ясного неба Да, это вот это восприятие, которое я только что продемонстрировала на самом деле. Вы потребуете от меня в четыре раза больше? Ну, это про какое-то ваше... Понимаете, есть же люди, которые помогают, потому что они могут. Которые подстраиваются, потому что они умнее. Да, но у меня это все равно в других категориях, хоть я стараюсь вроде бы не делить на черное, на белое, на плохих и на хороших людей, но в целом я как будто бы сама так достаточно деспотично отношу это к каким-то качествам таким не очень. Поэтому я так и говорю. Поэтому есть и разоблачение, и вот эти все слова. То есть у меня такое... У меня нет такой... у меня плоская модель, скажем так, восприятия. Ну, если мы будем процессы в психике, например, манипуляции говорить, это плохо, это обман. Если мы не будем понимать суть, то мы ее даже не узнаем. И самое главное, не узнаем в себе. Все, что предано анафеме, человек в себе не узнает, потому что ему надо же будет наказать себя, поэтому проще не узнавать. Ну, я, например, понимаю, но, видимо, все равно это отнесено у меня в категорию плохости. Вот какая-то часть она понимает, который мозг такой умнее, да, а рептильная, она все равно такая... Нет, это плохость. Это хотят тебя... Ну, люди манипуляции называют плохостью, если они замечают своих каких-то манипуляций. Ну, понимаете, человек с непроявленным реальным я, он весь манипулятивный, у него все на манипуляции, у него все ложь. Он обижается, это ложь, потому что его больное самолюбие там шкварчит. Он злится, это тоже ложь. Он плачет, это тоже ложь, потому что это на ложных вот этих... Мы можем так сказать, он все равно манипулятивен. Ну да, такое. Поэтому с такими терминами, я почему говорю, что манипуляция это термин. Если мы начинаем им пользоваться, мы становимся... Вот я помню, в детстве папа говорит, первое слово, которое он училась говорить, было «боба». Я мячик увидела – «боба», яблоко увидела – «боба», воздушный шарик увидела – «боба», колесо увидела – «боба». Но все, что более-менее круглое, у меня было «боба». Знаете, у нас тогда будет все – манипуляция, 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 манипуляция. У нас тогда все будет манипуляция, и мы так запутаемся, потому что мы не будем понимать суть. Это как человек, который говорит, мне невыносимо это давление, например, партнерам говорят, мне невыносимо твое давление, я не выдерживаю это. Другой скажет, это манипуляция, например. Кстати, да. Это манипуляция, ты жалуешься. А может быть и манипуляция, на самом деле. Ну, а может быть и манипуляция. Когда человек говорит, например, мне бы хотелось вместе пойти в гости. А ты говоришь, мне невыносимо твое давление. Понимаете? Ты слишком много хочешь. Ты слишком много. Мне эти твои требования, я от них устала. Да. Или же человек говорит, я хочу проводить все вечера с тобой. Если ты не будешь проводить все вечера со мной, то я буду устраивать тебе скандалы. Вот тогда я говорю, ты оказываешь на меня давление сейчас эмоциональное. Понимаете? Поэтому слово манипуляция, оно несколько такое упрощение. И это упрощение не помогает нам понимать суть. Что-то я не спросила. Много всего. Много всего. Если нашим зрителям захочется эту тему губить, то пишите. Пишите. Пишите свои мысли, пишите свои ощущения, пишите свой инсайт. Это все интересно. Это видео выйдет у нас 7 января. Так что я продолжаю вас поздравлять с новогодними праздниками, с Рождеством, как я всем нам желаю. Добрите, у меня все остальное приложится. И напоминаю, что с начала февраля начнется самый интересный проект. Нашей командой называется «Матэус по раскрытию творческого потенциала». В конце это конкурс. То есть вы, участвуя в нем, соревнуетесь, не побоюсь этого слова, и победители получат денежный приз. Победители. Три первых места получат денежный приз. Там надо будет писать эссе. 7 эссе на тему. И эти эссе будут выкладываться в общий чат. Мы будем их все читать. Будем лайкать. Эти лайки тоже будут баллы. Помимо этого будет два эксперта. Я и Татьяна. Татьяна будет давать обратный отклик о ваших иллюстрациях и фотографиях. А я буду давать отклик о ваших эссе. То есть вы фактически будете проходить такой мини-анализ у Ольги Демчук. Мы уже в прошлом году делали. Но это одно из, наверное, самых захватывающих наших проектов. Очень интересно наблюдать за внутренним миром. И заодно вы учитесь писать, учитесь выражать свои мысли. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok